Всем привет зрители канала Ру Флорида, с вами опять Ирина, но сегодня мы с вами посетим центр, который находится недалеко от Touch of Health в одном и том же здании. Это Боб, Executive Director Pregnancy Center, который называется GMJ. Это замечательная благотворительная организация, о которой мы сегодня расскажем немножко побольше. Да, как это по-русски Pregnancy Center, чтобы все поняли. Центр для помощи беременным женщинам. И родившим тоже, да? И родившим, да, и деткам до двух лет. Клои, я вам тоже представлю Клои. Клои тоже директор, который занимается операционными всеми делами в клинике. Не последний человек, так сказать. Ну, пойдемте, посмотрим. Центр работает с понедельника по пятницу с 10 до двух, по-моему, в среду с 10 до пяти и в субботу с 10 до двух. Да, давайте пройдем, посмотрим. Окей, я немножко переведу. Я не профессиональный переводчик, но буду стараться по максимуму это объяснить. Как Клои только что представила центр, большинство людей, которым они помогают, это женщины, которые оказались в трудной ситуации, это, возможно, была или потеря работы, или они оказались на улице без определенного места жительства, также, возможно, они не уверены по поводу беременности, им нужно или подтвердить беременность, или они не знают, что делать с этой беременностью, они здесь встречают, скажем так, в этот центр их встречают специалисты, которые с ними познакомятся и попытаются помочь по максимуму. А также, возможно, и можно обратиться за материальной помощью какой-то, да? Ну, в основном, то есть изначально женщины, когда приходят с ними, происходит сессия, когда они разговаривают с профессионалом и смотрят, как им можно помочь. Некоторым нужна помощь в плане поддержки с едой, например, для деток, да, или какой-то одеждой, или какими-то вещами для дома. Некоторым нужна помощь, чтобы найти будущую семью для ребенка, если ребенка хотят отдать на усыновление, или помочь. Да, то есть, если нужна помощь, допустим, от государства, например, food stamps, это когда еду от государства дается определенная сумма на месяц, да, они могут помочь с этим, могут помочь со страховкой народы, или Да, любая помощь государству. Даже помощь в миграционном плане. Нужна помощь со специалистами, они католическая организация, то есть христианская, они поэтому помогают, у них есть большая организация, которая ими управляет, и очень много ресурсов, чтобы помочь человеку. И УЗИ для женщин, я услышала, тоже бесплатно, и тест на беременность, они подтверждают свою беременность, это тоже бесплатно, у них Да, у них тоже два центра, один в Орландо, один в Кисиме, мы адрес обязательно оставим, и у них есть медицинский директор, который заведует обеими клиниками, он также может помочь, если какие-то нужны медицинские вопросы, подтвердить беременность, или на УЗИ какие-то проблемы с ребенком. Да, и, конечно, они поддерживают семью в плане того, что это абсолютно бесплатно, все, что у них здесь есть, чем они помогают семьям, это помощь от других людей или организации, поэтому, когда сюда семья приходит, им не нужно ни за что оплатить абсолютно, то все это бесплатная помощь. Очень полезная организация. Мы делаем небольшой тур и покажем, что здесь есть. Да, очень интересно. Очень много еды, формулы и помощи для кормления грудью. Да. Очень много одежды для зимы, для лета, для мальчиков и для девочек. И все, что здесь есть, это все, что нам им отдавали на благотворительность. Да, и, конечно, у них обязательно есть волонтеры, которые помогают, они приходят и сортируют из donations, которые приходят, и выбирают одежду, которая или новая, или слегка использованная, и чтобы она была в хорошем состоянии. Сейчас нам покажут комнату, где изначально семьям, женщинам помогают, с ними общаются, возможно, какая-то моральная поддержка, и также ультразвук. То есть, это первая комната, куда сразу семьи приходят, женщины приходят, она такая уютная. Эта комната сделана специально не как врачебный кабинет, она сделана как такая уютная комната домашняя. То есть, женщина, когда приходит, она может расслабиться, почувствовать себя как дома, комфортно, посмотреть телевизор, кино, и может встретиться с профессионалом, и обсудить все свои дальнейшие планы, и какая ей нужна помощь. То есть, женщины, которые любят делать в этой комнате, желающие, используют биологические модели. Потому что когда они приходят, они приходят, они могут приходить, чтобы они приходят, и их ребенок содержит 7-week, 8-week, 9-week, 10-week. Но мы также также используем медицинские модели, которые приходят в своих родных, и они могут приходить в больнице. Очень наглядно видно женщинам, когда они приходят, и, возможно, они не ожидали беременности, они понимают, что с ними происходит с физиологической точки зрения. Наглядно можно посмотреть, какого размера ребеночек, в зависимости от того, сколько недель беременности. И для женщин, которые с большим сроком, есть модели побольше, где ребеночек побольше, и они обязательно объясняют, что с женщиной происходит, что ей ожидать, и как это вообще внутри выглядит. Мы сделали тест, убедились, что женщина беременная, и теперь уйдет на ультразвук. Еще такая же комната для приема, похоже, да? Все такое уютное. Комната такая немножко интимная, приглушенный свет, чтобы мама себя чувствовала комфортно, для нее это была хорошая новость, ей было приятно. На большом экране сможет посмотреть снимок ребенка, послушать сердцебиение, встретиться с ним в первый раз, скажем так, и также ей картинку выдают с самого ультразвука, чтобы у нее тоже была картинка ребеночка. То есть они не только, они как бы помогают именно с беременностью, введение беременности с женщиной и с ребеночком, когда он рождается. Они могут помочь со всеми другими вещами, но чтобы женщина, когда она отсюда уходит, во-первых, дают подарочек, в нем будут витамины для беременных, и также информация о других организациях, которые могут ей помочь. С легальной стороны или шелтер, возможно, или иммиграционные какие-то вопросы решить. И они дают эту информацию в подарочной пакетике, и женщина уходит уже с полностью информацией, куда нужно дальше идти. И если это их партнеры, как бы организации, которым им доверяют GMJ, и женщины, когда к ним обращаются, их сразу же принимают, потому что они как бы пришли именно отсюда. Также помощь не только матерям, не только женщинам. Помощь оказывается и мужчинам, парням, бойфрендам, отцам детей будущих и отцам женщин, девушек, которые всегда обращаются, потому что для них это тоже сложный период, это семья, и не всегда они этого ожидали. Иногда мужчина, отец, у которого беременна дочка, тинейджер, например, не знают, куда обращаться, что делать, что ожидать. И иногда в отношениях не всегда их возможно сохранить, поэтому они по максимуму пытаются помочь. И, возможно, эти отношения им нужно разойтись в разные стороны, мужчине и женщине, но все делается для блага и будущего ребенка, и для каждого члена семьи. Опять же, ихняя миссия, скажем так, не только помочь бесплатными вещами или там бутылочками для питания ребенку, а также образовать человека, образовать маму и семью, что это за степ в их жизни происходит сейчас, куда им идти дальше, что дальше происходит, репродуктивное здоровье, как заботиться о своем здоровье, не курить, не пить, как нужно окружать себя позитивными людьми и не окружать людьми, с которыми плохое влияние оказывают. Поэтому они не единственные, кто могут помочь, а также образовывают, кто еще им может помочь. Чтобы это потом ситуация, в которой они оказались сложной, чтобы она потом не повторилась. Образование, в общем, это главная даже цель, не столько раздавать бесплатные какие-то вещи. Чтобы семья стала сильной и дальше у них этих проблем дальше не возникало с нуждой. Вы не представляете, насколько это полезная организация? Я считаю, вот в России такого или нет, или это совсем не развито. Вот посмотрите, я даже не знала, что здесь такое есть. Опять же, они не госпиталь, когда ты приходишь, и ты просто очередной номер, как бы пациент, клиент, которого побыстрее бы выписать и избавиться. То есть здесь они заботятся от первого обращения до первого дня рождения ребенка. Они полностью поддерживают и стыдят, и морально, и материально. И в то же время они полностью, им не государство не дает никаких денег, не спонсирует. У них нет никаких организаций, которые на государственном плане, которые гранты дают какие-то бесплатные деньги. Это все полностью, все издание и аренда, все оплачивается с денег, которые дают спонсоры, доноры, которые, возможно, когда были в такой ситуации, и с удовольствием помогают, и знают миссию организации. Поэтому маркетинг для них очень важен, чтобы иметь возможность помочь наибольшем количестве людей. Помогают волонтеры, в общем, да? Никто здесь, нету нанятых людей, которым платят. Сейчас все идет с донейшенов, да, и помогают волонтерам. Точно, he's saying that all the people who work here, they also volunteer? Mostly, yes, but they come to volunteer. Define time to do this. Yeah, exactly. По большей части, да, волонтеры, за исключением таких человек, которые наемные работники. So I just wanted to show you one of our workrooms in the back, where some of the volunteers would work. Одна из комнат, где волонтеры работают. Можно даже видеть короткие здесь стоят, кстати. Wow. Много мужчин приходят им помогать, волонтеры, которые убеждаются, что кроватки, скажем, полностью, как бы их можно сконструировать, да, что хватает даже... Собрать. Да, что их можно собрать, полностью как бы покупать новые матрасы, что все безопасно. Они даже обучают новых родителей, как пользоваться сидениями в машину для детей, чтобы они как бы, особенно для тех, у кого первый ребенок, они не уверены, как этим оперировать, что с этим делать. Они полностью и обучают. И здесь у них такая комната, как складовка со всякими этими машинами. Да, да, да. Кар сид много, да? Сидений для детей в машине. Даже бонтеры. Да. И что очень интересное в этом доме, это мы не покупали ничего в этом доме. Они ничего не купили, это все им дали донейшин. Как быстро, как оно приходит, это как быстро, как оно идет. Мы просто даем, и тем больше, чем мы даем, тем больше, чем мы получим. Да, чем больше им дают, тем больше они могут отдавать. И, естественно, что оно очень быстро и приходит, и уходит, потому что очень много нуждающихся. Так что, да, если вы не нуждаетесь в помощи, может быть, вы можете помочь и принести что-то сюда. Часто кому-то остается после деток и одежда, и корсит, эти же самые бустеры, какие-нибудь там кроватки. Вы не знаете, что с этим сделать. Вместо того, чтобы бросать или не знаю, что с этим сделать, да, на мусорку можно просто отдать людям, которые нуждаются. Это очень дорого, мы все знаем, да. Например, коляска такая стоит 200-300 долларов, а для мамы, у которой нет работы, и она не может себе позволить, это очень-очень большая помощь. Еще одна комната, где встречается с мамой, называется поддерживать жизнь. Пытается поднять маму из ситуации, которая у нее сейчас случилась. Это когда ребеночек уже родился, то есть в комнату, когда приглашают маму, она может взять все, что ей нужно. Но с ней также, естественно, разговаривают, так как она была в кризисе, из этого кризиса вышла, ее поддерживают. Ребеночек родился здесь, и что дальше? То есть ей нужно дальше, ну, как бы найти работу, они помогают, спрашивают, как дела, есть ли бойфренд еще в отношениях, помогает ли он, есть ли какие-то другие финансы, пытаешься ли ты найти работу и как-то попытаться ее обучить и найти, как вот, ну, не рыбу, а удочку, чтобы она смогла дальше больше в этой ситуации не оказываться и, как бы, ну, его, как бы, поднять и дальше лэфтап и дальше нести. Да, это перфектно. Окей, so I'm saving the best for last. Самое лучшее осталось, наконец. А, да, сейчас... Это очень важная комната в нашем центре. Самая главная комната здесь. Это эпицентр для того, кто мы are. Почему мы делаем, что мы делаем? Потому что мы верим, что Бог нам дает нам жизнь как подарок. Мы верим, что это чудеса. Самая главная комната, да, я немножко так вспомню, что говорилось. Естественно, когда женщины сюда приходят, они не обязательно должны быть католиками. Любая религия, любые... Или даже у человека нет религии, да, он атеист или не верит, да, он все равно, ему все равно помогут и окажут помощь. В этой комнате, скажем так, это их эпицентр, где они соединяются с Богом, где они могут помолиться каждое утро. Сотрудники здесь, скажем так, молятся, и тем самым, чтобы они были готовы помочь другим людям, чтобы они были в хорошем настроении, в хорошем расположении духа. И также сама религия католицизма обучает того, чтобы быть добрым, помогать другим и тем самым обучать женщину, что если она оказалась в кризисной ситуации, и она беременна, то это не проблема, это не абуза, это как бы miracle, как слово. Чудо. Чудо, да, это чудо жизни, которое, у Бога есть план на это, и у Бога есть план на нее, и у нее все получится, у нее есть поддержка, и не только здесь, но и свыше тоже поддержка есть. Надеюсь, все сказала? Да, 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 самую главную мысль, да. То есть это как бы открытая комната, куда могут зайти все, даже заходили женщины, которые заходили и уходили, возвращались обратно, просто просили, можно ли помолиться здесь, в купеле, да, правильно говорится? Чапел? Не знаю. Не знаю. А на счете, в городе Чапел, как бы комната, да? Да. В каком-то молитве. В каком-то для молитв. Да. Вот, да. И опять же... Can you repeat some more time for the... Yeah. About... When you said, like, when it's open door, right? So it keeps the space. Yeah, it's an open space for women to come and feel safe, and then, yeah, the joy. They can see, like, you know, this is a place where I can share my tears, place for me to do that. Да, то есть, опять же, это безопасное место для них, и многих это дает такое peace of mind, такое ощущение, что это место, где их поддержат, их, как бы, будут любить, ну, неважно что, то есть, они не чувствуют, что это организация, которая с них хотят деньги какие-то забрать, или как номер просто видят, да, они на самом деле помогают от чистого сердца без какой-либо корысти. Yeah. So we just try to share who we are, we don't... Да, то есть, женщины иногда приходят, иногда у них проблемы в семье, в кризисе, да, то есть, семья для них, на самом деле, даже не самая лучшая поддержка, но они на время могут быть ихней семьей и поддерживать их, и, как бы, быть лучшим, лучшим окружением, чем, на самом деле, семья или бойфренд. И я скажу, что вот вы как раз-таки являетесь настоящими верующими, потому что вы даете людям больше, чем берете, то есть, вы вообще ничего не берете, потому что в России, например, некоторые церкви только берут, но ничего не дают, то есть, таких организаций при церквях у нас нет, ну, я, мне кажется, даже не слышала. Ну, возможно, кому нужно, кто знает, куда идти, обращаются, да, но это не популярно особо. Да, не популярно, а вот, действительно, верующие люди… Безвозмездно отдают. Да, да, да. И вы их представите. Я сейчас иногда говорила, когда вы даете, без ждать, чтобы вернуться, или не пытаться получить что-то. Да, абсолютно. То есть, вы просто хотите помочь, и дать так много, как вы хотите. Это значит, Jesus, Mary, and Joseph, the Holy Family. Окей, то есть, GMJ – это Иисус, Jesus, Мария и Иосиф, Джозеф. Да, то есть, это святая семья. Да, Holy Family. И мы становимся их друзьями. Да, то есть, они, как бы, на протяжении времени, то есть, они становятся семьей для людей, которых, возможно, никогда и не было, или была она какая-то неполноценная, или даже есть семья на бесподдержке, а не их семья на сколько им нужно. Спасибо большое. Спасибо большое. Было очень интересно. Мы не знали о такой организации. Теперь будем знать, может быть, это кому-то поможет из наших подписчиков. Да, однозначно. И кто оказался в сложной ситуации, не стесняйтесь обращаться. Даже если есть проблемы с языком, все равно вам помогут. И если вы хотите помочь материально или какими-то вещами, то мы обязательно ставим линии вниз внизу. Да, или даже волонтеры. Да. У них всегда нужна помощь, поэтому мы оставим ссылку на их сайт. У них две локации в Орландо, ближе к Даунтауну, и в Кисиме тоже есть. Мои хороши, но руки и ноги тоже хороши. Мы требуем людей, чтобы заниматься работой. Но мы требуем людей, чтобы помочь нам держать светлые и разные вещи. Мы требуем людей, чтобы донировать. Мы всегда ждем помощи. То есть, можно помочь и материально, и руками. Помочь физической какой-то силой или помощью просто что-то рассортировать. И также, естественно, вещами и материально. Спасибо большое за этот тур. Было очень интересно. Да, приходите. Всегда рады. Всем до свидания. До свидания. Пока-пока. Bye. 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 Пусть это бизнес лицензия, да, медицинская лицензия,. так как организация благотворительная, они полностью работают.. они не плачут налоги, то есть тут тоже есть exemption, что они не обязаны платить налоги. Мы закончили видео, но все равно продолжаем разговаривать. Также хотели сказать, что так как бизнес на самом деле безналоговый, то есть они не платят налоги, прибыли никак таковой нет здесь. И когда люди приходят и дают donations какие-то, они всегда должны убеждать тех людей, что они идут в правильное место, они просто с этого зарабатывают или продают где-нибудь, те же кроватки, например. Они делают фотографии с получателями, отзывы от людей, которые здесь получили помощь. То есть куда это все дошло, и дошло ли оно на самом деле до ресурса, куда должно было идти, а не просто как бы люди принесли, они заработали, и все. Такая фирма такая. Потому что такие организации бывают, говорят, даже и здесь. А про наши страны не будем говорить, чем у нас занимаются. Мы тоже немножко сказали, что такая работа у них, скажем так, очень душевная, возможно, она, скажем так, даже не связана с деньгами, а связана больше с тем, что у тебя есть цель в жизни, ты помогаешь людям, ты меняешь чужие жизни, и на самом деле это бесценно. И от этого получаешь кайф. Да. Самый большой. Самый большой, да. Да, я просто прощаюсь, но я просто прощаюсь. Я просто прощаюсь. Когда они стараются в жизни, они живут без причинения, потому что, понимаете, просто живут от патрикации до патрикации, это одна вещь, но вы не имеете в виду, что у них влияет на другую жизнь, что я думаю, что это не прайс.